Под председательством главы государства сегодня состоится 24-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. Тема в этом году – независимость, согласие, нация единого будущего. Сейчас во Дворце мира и согласия находится наш корреспондент Мадина Алданова. Она на прямой связи со студией. Мадина, скажите, сколько участников, согласно ожиданиям, соберет сегодняшняя сессия? Да, спасибо, Иван. 24-я сессия собрала порядка полторы тысячи участников. Это представители этнокультурных объединений, политических партий, творческих коллективов и депутаты парламента. Все они собрались во Дворце мира и согласия в здании, которое уже стало символом общественного единства. Здесь проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий, ежегодные сессии Ассамблеи, которые еще раз напоминают о том, что Ассамблеи – это не просто объединение этносов, это важная часть политической системы страны, которая обеспечивает права всех граждан, независимо от их этнической принадлежности. И буквально вчера госсекретарь Казахстана Гульшара Абдекаликова отметила на заседании Совета Ассамблеи, что Казахстан состоялся как суверенное государство, которое пользуется авторитетом по всему миру. И во многом благодаря Ассамблее, которая обеспечивает права граждан, независимо от их этнической принадлежности, и вклад Ассамблеи в развитие общественного согласия в свое время отмечал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннон. Он говорил, что Ассамблея – это тот пример, который необходимо перенимать другим странам для поддержания общественного согласия. И хорошо отзывался о работе Ассамблеи когда-то и Папа Римский Иоанн Павел II. Кстати, и сейчас, во времена экономической нестабильности и во времена обострения межэтнических конфликтов, нехватки доверия и взаимопонимания во всем мире, на модель казахстанского общественного согласия обращают все больше внимания. Эксперты ломают голову над тем, в чем секрет и каким образом можно сохранить это общественное согласие. И сейчас Ассамблея является конституционным органом, который имеет право отстаивать интересы всех этносов в парламенте и избирать девятерых депутатов Мужелиса. И для сохранения этого единства и сформированы, кстати, новые задачи Ассамблеи – это и благотворительность, и медиация, и общественный мониторинг. На прошлогодней сессии глава государства отметил и основные направления новые, которым должна следовать Ассамблея – это и патриотическое воспитание, и укрепление связи с партнерами по ЕАЭС. Сама, кстати, сессия 24-я начнется уже через считанные минуты. И, кстати, решения этой сессии должны будут потом в обязательном порядке рассмотреть все государственные органы. О том, каким образом в стране будут предприниматься меры для того, чтобы сохранить особую атмосферу доверия, взаимопонимания, солидарности, мы расскажем чуть позже. На этом у меня пока все. Иван. Спасибо, Мадина. Напомню, из столичного Дворца мира и согласия была моя коллега Мадина Алданова. Продолжение следует...